7 апреля в преддверии Вербного Воскресения Пасхи верующий отмечает один из важнейших христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, праздник Благовещения посвящен дню, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил. Он возвестил о том, что вскоре ей предстоит стать Матерью Сына Божия, Спасителя всего мира. В Богоявленском соборе на Ринмара в этот день прошла праздничная служба. Прихожан было немного. Это связано с ограничительными мероприятиями в связи с пандемией коронавируса. Я хочу прежде всего поздравить соотечественников северян с праздником Благовещения. Это действительно праздник весны. И смысл богослужений и приближения к Пасхе ощущается. Солнце, состояние человеческих душ, в этой радости. Потому что Благовещение – это пришествие сердца человеческие, благой, доброй вести о том, что придет Спаситель. Что начало, как говорится в церковном песнопении, в этом гимне, главизна нашего спасения уже стала реальностью. С Божьей помощью мы сегодня отслужили в нашем храме, потому что мудрое слово нашего архипастре и первосвятителя, патриарха Московской Весеруси, призвавшего, и мы разместили на своем сайте, я зачитывал своим прихожанам в предшествующий воскресный день это обращение, призывает к всем к благомыслию. Самое главное – добролит для человеческой жизни – это не что иное, как благоразумие, которое на церковно-славянском языке означает слово «смиренно-мудрие». Это означает, что мы должны на Бога надеяться, а самим не плашать, потому что Бог нам дал разум, руки, способность, волю. Мы должны ограждать себя от всяких напастей и опасностей. Пришла на службу с младшим братом и мамой в Богоявленский собор в Благовещении 18-летняя София Попова. У нас прабабушка очень верующая, мама моя очень верующая, ну и мы с братом тоже. Где я в детстве посещала воскресную школу, вот, прочитала детскую Библию, ну и Матвея сейчас тоже приучаем к этому. Жителям я пожелаю больше добра, наверное, в сердце, потому что сейчас такое время, что без этого никуда. И терпение, и, наверное, все равно молиться, и в своем сердце иметь вот эту вот доброту и эту веру.